Добрый день! С праздником! С Днём Победы! В эфире новости дня специальный выпуск. Только что на центральной площади Оренбурга завершился торжественный митинг. На трибунах, за шествием военных и театрализованным представлением наблюдали ветераны. Главные герои праздника. Люди, которые в тяжелейшей борьбе отстояли мир и свободу. Мы гордимся, мы помним это. Главные слова, которые звучат сегодня. Мы бесконечно благодарны им за подвиг. Несмотря на то, что утренние мероприятия завершаются в центре города, многолюдно. Там работают наши корреспонденты. Участники торжеств делятся своими впечатлениями. И в ближайших выпусках мы поделимся с вами самыми яркими кадрами. А сейчас коротко о том, что вы увидите в ближайшие 20 минут. Помним и скорбим. К вечному огню оренбуржцы несут венки и цветы. Имена героев Великой Отечественной войны в сердцах поколений. Очень тяжело было, очень трудно было. История подвига из первых уст. Ветераны войны делятся самыми сложными мгновениями боевого прошлого. За счет личного состава госпиталя и уходили на войну. И там, конечно, и погибали. Герои в белых халатах. 20 тысяч раненых поставили на ноги врачи Оренбургского госпиталя. 204 металлообрабатывающих станка, 7 прессов, 8 формовочных машин, несколько тонн бронза, чебуна. Оренбургская земля принимала заводы со всей страны. Мужчины уходили воевать, их место у станков занимали женщины и подростки. Из вагонов теплушек звучат песни военных лет. Поезд победы встретили в Оренбурге. 8 мая – День памяти, скорби и примирения. Траурные мероприятия проходят в этот день по всему миру. Они посвящены погибшим во Второй мировой войне. Все, кто чтит память предков, приходят к местам захоронений и мемориалам. В Оренбурге у Вечного огня собрались сотни горожан. Война – это бесстрашие защитников Бреста. Это 900 дней блокадного Ленинграда. Небольшая историческая справка о главных военных операциях, которые переломили ход Великой Отечественной войны. В этом году также вспоминают тех, кто отважно сражался и продолжает сражаться в зоне проведения специальной военной операции. Каждый раз испытания для страны делали ее народ сильнее, мудрее и духовно богаче. Вечная память всем погибшим. Цветы к Вечному огню от главы региона. В колонии также члены правительства области, депутаты законодательного собрания, представители администрации города, духовенства, руководители силовых структур и ведомств, общественные объединения. По традиции, затем путь участников церемонии лежит на православное кладбище, что на проспекте Победы. Там находится братская могила советских воинов, которые умерли в госпиталях Оренбурга от ран, полученных в ходе боев в годы Великой Отечественной войны. Память погибших также почтили минутой молчания. Великая Отечественная война. История из первых уст. Рассказы ветеранов о тяжелейших боях, голоде и лишениях – бесценные воспоминания. С каждым годом их становится все меньше. Один из тех, кто может поделиться моментами исторических событий – Рахматулла Махиянов. Как в семье хранят каждое слово, сказанное героем и защитником Родины, узнала Виолетта Широкова. Споем, ты, друзья, завтра в поход, уйдем праздрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Любимые песни, зарядка каждое утро и бодрый дух. Рахматулла Рахимзянович знает, как дожить до ста лет. Но это сейчас за его плечами век жизни и событий. А в далеком 41-м он был 18-летним юношей, которого не сразу взяли на фронт. Он даже писал письмо маршалу Советского Союза Ворошилову с просьбой позвольте ему воевать за Родину. Получил ответ – придет время, и вас призовут в армию. Так и случилось. Но сначала Ташкентская школа командиров, затем Одесская школа пилотов. И уже в звании старшего сержанта и со специальностью моториста в 1943-м Рахматулла попал на фронт. Он воевал на Украине и был тяжело ранен. Позже его наградили орденами Отечественной войны первой и второй степени. Но говорить о тех годах ветеран не любит. Тяжело, понимаете? Это не в общем, поэтому я стараюсь забывать больше. Потому что очень тяжело было, очень трудно. После войны получил новую специальность. В Башкирии, туда в нашу деревню приехали геологи. И вот с ними там немножко поболтался. Туда-сюда все здорово хотел быть геологом. И так и после войны тоже геологом стало. Благополучно все сложилось и на семейном поприще. У Рахматулла Рахимзяновича четверо детей, шесть внуков и восемь правнуков. Один из сыновей ветерана делится. Новому поколению большой семьи стараются как можно больше рассказывать о прошлом. Рассказываем историю дедушек, прадеда, бабушек и прочую. Историю вообще семьи. Для чего? Для того, чтобы они знали, откуда родом, где, что, как происходит. И любили свою родину, и знали ее. И, как говорится, всегда верили в то, что своя семья и своя родина, она больше поможет жизни, чем что-либо другое. На стенах в квартире рисунки, подарки от внуков и многочисленные семейные фото. Члены семьи рассказывают, все вместе они собираются часто, а 9 мая обязательно. Для них это особенный день. То есть это у нас священный праздник, и мы всегда встречаемся, собираемся в семейном кругу. Дети, внуки, сватья. Вплоть до этого года Рахматулла Рахимзянович принимал участие в параде победы в Оренбурге каждое 9 мая. В этом году ветеран уже ходит с трудом. Однако и он, и вся его семья уверена, он еще встретит как минимум 80-летие Великой даты. Виолетта Широкова, Семен Воробьев, Новости дня. В долгожданную Великую Победу неоценимую лепту внесли люди в белых халатах. Медики в самых сложных условиях спасали жизни солдат. Только через сортировочный блок Оренбургского военного госпиталя прошли более 20 тысяч раненых. Где и как лечились бойцы во время Великой Отечественной войны интересовалась Диана Кузимбаева. Гарнизонный госпиталь «Ровесник Оренбургской губернии». Здание военной больницы Оренбурга всего на год моложе областного центра. Первые 113 лет с 1744 года он был единственным лечебным учреждением региона. 280 лет исполняется военному госпиталю Оренбурга в следующем году. В его истории десятки событий. О всех них рассказывает эта комната. Здесь сохранены и медицинские приборы, и препараты еще тех давних лет. Здесь и книги, фотографии, документы, рассказывающие о работе госпиталя во время Отечественной войны и не только. Инициатором такого музея еще в 90-х годах стал Юрий Трунов. В то время он работал заместителем по военно-политической работе. У меня вышла такая идея, что очень великая, большая история. Один из самых старейших госпиталей в российской армии. И решил вот сделать, чтобы людям показать. Пришлось несколько месяцев работать в архивах, документах, собирать их. И вот так понемножечку на протяжении двух-трех лет. К началу Великой Отечественной войны Оренбургский госпиталь был крупным военно-лечебным учреждением, где работали квалифицированные кадры, имелось и хорошее медицинское оборудование. За годы войны 15 тысяч раненых здесь получили необходимое лечение и вернулись в строй. Размещали раненых в стенах 39-й школы. На базе госпиталя было сформировано много полевых подвижных лечебных учреждений, которые формировались в том числе и за счет личного состава госпиталя и уходили на войну. И там, конечно, и погибали, и ранения получали. Но, должен сказать, с честью, свой долг всегда представители нашего госпиталя выполняли. Оренбургское медучреждение подготовило 11 таких полевых подвижных госпиталей. Медики не знали покоя и отдыха, круглосуточно оперировали и спасали бойцов. И сегодня военный подвиг медицинских сестер в зоне специальной военной операции запечатлен на художественном полотне. Картина эвакуации раненых с поля боя. Здесь подвиг медицинской сестры. Она накрыла собой раненого бойца, тем самым спасла ему жизнь, получив ранение. Юрий Трунов сам пишет картины по рассказам участников спецоперации. Оренбургский госпиталь сегодня ставит на ноги бойцов. Персонал госпиталя принимал участие во всех конфликтах, во всех событиях нашей великой страны. И сегодняшняя ситуация с специальной военной операцией не прошла мимо нас. В настоящее время коллектив активно работает в рамках восстановления и приведения в норму, восстановления здоровья всех военнослужащих, поступающих к нам на лечение. В 2020 году на базе госпиталя построен многофункциональный центр, где лечили от коронавирусной инфекции военнослужащих. Сейчас это современное медучреждение, где сохраняют и укрепляют здоровье военнослужащие российской армии, военные пенсионеры и члены их семей. Диана Кузимбаева, Андрей Булатов. Новости дня. В первый год Великой Отечественной войны Оренбуржья приняла десятки предприятий, эвакуированных с территорий Советского Союза, которым грозила фашистская оккупация. Сотни эшелонов хлынули в наш край. Жителями области стали ленинградцы, одесситы и представители других городов страны. О подвиге заводчан в годы войны Александр Криволапов. Менее чем за месяц в Оренбург, тогда город Чикалов, из Ленинграда был эвакуирован ленинградский 47-й авиационный завод, ныне известный как «Стрела». На бывший аэродром летного училища 2 августа прибыл первый эшелон. Последний, 6-й, прибыл 5 сентября 1941 года. Заводчане с колес начинали работать. На вес золота была каждая минута, ведь на фронте тогда ждали авиацию. Не дожидаясь разгрузки, прямо на железнодорожной платформе подключали станки к электричеству и начинали работать. Что такое один эшелон, я могу пояснить. Это тянут три паровоза, 50 вагонов с оборудованием и крыльями недостроенных самолетов УТ-2, затем три теплушки с людьми и три платформы с фюзеляжами недостроенных самолетов. Всего было перевезено и людей 3 608 человек, из которых 1700 были специалисты непосредственно завода, 1730 – это были члены семей специалистов и 178 человек – это ребята из училища. Рабочие заводы были вынуждены трудиться под открытым небом, под дождем и снегом. Никто из них не жаловался на тяжелую жизнь. Все для фронта, все для победы. Этот лозунг был превыше всего. За станки вставали подростки и дети. Смены длились по 12 и более часов. Первые заводчане 47-го Ленинградского авиационного завода, эвакуированные осенью 41-го года сюда, в Чкалов, были размещены в общежитии по переулку Бухарскому, а на работу были вынуждены ходить более 5 километров пешком. Но была еще одна трудность – на двоих всего одна пара валенок. И чтобы не замерзнуть в цеху, заводчане придумали вот такие деревянные тапочки. В заводском музее бережно хранятся все предметы, связанные с Великой Отечественной войной. В Оренбург тогда Чкалов был эвакуирован даже стол, за которым в свое время сидели инженеры, разрабатывали новые чертежи и схемы. Уже осенью 1941 года на фронт своим ходом отправились собранные на Оренбургской земле первые учебно-тренировочные самолеты УТ-2. Летчики, кстати, приезжали сюда за самолетами во время войны, и им дарили портсигары. Там есть у нас в стенде портсигары алюминиевого типа для махорки. В 1942 году здесь освоили выпуск истребителей Як-1. В том же году по заданию Сталина 47-й завод начал собирать Як-6. Этот самолет использовался на фронте как транспортный десантный. Як-6 мог быть и бомбардировщиком, нести под крылом более 5 тонн боеприпасов. К концу войны 47-й авиационный завод в свой выпуск более тяжелого транспортного самолета Ща-2. На предприятие в 1943 году приезжал конструктор Щербаков. И поныне наследник легендарного 47-го авиационного завода, производственное объединение «Стрела», лидер оборонной промышленности России. Авиационная техника, ракетное вооружение – все это по-прежнему делают в цехах завода. Еще одним предприятием, прибывшим осенью 41-го в Чикалов, стал Одесский завод автозапчасти. К нам прибыло 172 специалиста. Первый эшелон отправился в начале августа. Нужно было переправить 204 металлообрабатывающих станка, 7 прессов, 8 формовочных машин, несколько тонн бронзы, чугуна, инструмента. Эшелонами отправляли оборудование, материалы, железнодорожным транспортом, потом пересадка на суды по морю, потом, затем опять на железнодорожный транспорт. Эвакуированный завод разместили в недостроенном здании кондитерской фабрики. Крыши еще не было. Однако в кратчайшие сроки удалось наладить производство. На фронт пошла первая продукция, не характерная для завода автодеталь. 2 августа из Одессы в Оренбург прибыл первый эшелон эвакуированного завода. А уже в ноябре на фронт пошла первая продукция. Вот такие 82-миллиметровые мины и взрыватели к ним, столь необходимы в то время на войне. В суровых условиях оренбургского климата рабочие сами шили спецодежду из мешковины. Вот такие халаты и ботинки. С питанием тоже было напряженно. Хлеб по талонам. В пищу шел даже подсолнечный жмых. И 12-часовые смены люди отрабатывали, еле держась на ногах. Мастер, женщина была, очень добрый такой человек. И она приносила им вот этот жмых и еще пекла лепешки из кожуры картофеля. И их кормила ночью, чтобы они не уснули за станками, за оборудованием. Также заставляла их петь песни. Они пели песни с советских времен, народные песни. Многие заводчане в годы войны прославились не только трудовыми подвигами у станков. Внесли заводчане свой вклад в разгром фашизма на фронтах Великой Отечественной. На войну ушло более 100 человек. Среди них был Михаил Поваляев. В музее сохранились его личные вещи, письма и даже цветы, которые он присылал своим детям с фронта. Пока мужчины воевали, их место у станков занимали женщины и подростки 13-14 лет. Они наравне со всеми перевыполняли норму порой в 2,5 раза. В 1942 году Государственный комитет обороны поставил задачу освоить выпуск запчастей из сельскохозяйственной техники. Однако выпуск мин никто не отменял. Сегодня на заводе бережно хранят память о Великой Отечественной войне. В музее собраны ценные экспонаты, личные вещи, образцы продукции. Во дворе предприятие «Обелиск» на стенде портреты героев. После окончания войны назад в Одессу завод уже не вернулся. Остался на Оренбургской земле и перепрофилировался на выпуск радиаторов. Своей продукцией предприятие снабжает все крупнейшие производства сельскохозяйственной техники. Современное оборудование, лазерные резаки, прессы – все это позволяет выпускать качественную и востребованную продукцию. Сегодняшние заводчане достойны славы своих героических предков, переживших Великую Отечественную войну и свято чтят памяти традиции. В те суровые годы на Оренбургскую землю было эвакуировано более 90 предприятий. Все они внесли неоценимый вклад в разгром фашизма. Многие после войны остались в нашем регионе и по сей день приносят пользу не только региону, но и всей стране. Александр Криволапов, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Храним и помним. Еще одна трагическая страница в истории Оренбуржья военного времени. В 1943 году на станции Миновой двор произошло крушение военного эшелона. Детали страшного происшествия в следующем сюжете. 23 октября 1943 года. Станция Миновой двор в Чкалове. В 15 минут 4 утра в военный эшелон врезается маневровый паровоз. С рельсов сходят 20 вагонов. 50 человек погибают и 38 получают ранения. Трагедия унесла жизни в том числе выпускников снайперской школы города Чарджоу. В те роковые минуты молодые люди направлялись на фронт. В объединенном государственном архиве Оренбургской области хранятся документы, свидетельства трагического события. В приказе начальника Оренбургской железной дороги указана причина произошедшего. Нужно было маневровому паровозу номер 1401 прицепить хвост поезда 13 вагонов, стоявших на погаузном пути. И вот пока все это происходило, вовремя не были переведены стрелки. Происходила работа без старшего контролера, который, как следует в приказе, ушел спать. Ну, то есть такая преступная халатность, неслаженность действий работников железной дороги. Из документа понятно. Руководство железной дороги требовало применить к основным виновникам высшую меру наказания. Все должностные лица отстранены от работы. Арестованы на 10 суток до выяснения обстоятельств. Другой документ – постановление бюро Чкаловского обкома партии. В нем все основные цифры трагедии. Сообщается и то, что движение поездов на станции было восстановлено лишь через 11 часов. Погибшие в трагедии похоронены в районе горы Сулак. В братской могиле 49 человек. И рядом с ней в отдельной могиле офицер. С конца 50-х годов группа «Поиск» под руководством учителя 65-й школы Оренбурга Антонины Старостиной взяла шерство над захоронением. Вот вы можете увидеть архивные документы, где есть фамилии, инициалы, год рождения, место родственников. То есть здесь вот все данные указаны. Группа разыскивала и родственников погибших курсантов, и очевидцев трагедии. В музейной комнате школы хранятся воспоминания очевидцев трагедии. В одном из них представлены все детали того рокового утра. 23 октября 1943 года мне было 11 лет. Под утром мы проснулись от сильного взрыва. Все были напуганы, думали, что и у нас в городе началась война. Мы с мамой и сострами увидели зарево на станции. Все бросились туда, увидели страшную картину. Вокруг погибшие и раненые солдаты. Вся земля была залита кровью. Ранее мест сотрудников 65-й школы на этом месте установлены первые памятники. У братской могилы проходят памятные мероприятия. Здесь постоянно следят за чистотой и порядком. До сих пор, по настоящие дни, продолжаем этим заниматься. Так как для нас, для нашей школы, получается уже с 50-х годов, это очень значимая традиция. Памятное место на горе Сулак в этом году не узнать. На черной гранитной плите имена погибших в железнодорожной катастрофе. Открытие обновленного мемориала состоялось 4 мая. Представители администрации Оренбурга, военного комиссариата области и школьники возложили цветы. Елена Еремина, Семен Воробьев, Виктор Горшенев, Андрей Булатов. Новости дня. Поезд Победы прошел по городам Оренбургской области. Ретро-состав на паровой тяге побывал в Орске, Бузулуке и Оренбурге. В вагонах-теплушках на станции прибывали артисты в форме военного времени. На перронах жители и гости областного центра посмотрели выступления творческих коллективов. Как встречали поезд с историей, смотрите прямо сейчас. На перроне сотни людей встречают легендарную лебедянку. Именно здесь 78 лет назад ждали тех, кто привез Победу. Букеты, сирени, счастливые улыбки и фронтовые песни. Все как тогда, в мае 45-го. Среди присутствующих ветераны-железнодорожники. Те, кто своим трудом помогали приближать День Победы. Однако прибытие поезда теперь знаковое событие и для нового поколения. У нас семья сиренжелезнодорожников. И уже традиционно каждый поезд Победы на протяжении, наверное, последних лет десяти мы всегда здесь. Это память, это гордость за нашу страну, за наших работников, за наших дедов. Это опыт, который мы готовы передавать детям. Главная цель события – донести, каким трудом дался народный подвиг. Это, в первую очередь, дань памяти, уважения всем тем, кто ковал Победу как на фронте, так и в тылу. Основная задача этого мероприятия – поддержка патриотического воспитания, патриотического настроения молодежи. Гости в восторге. Не каждый день увидишь настоящий паровоз. Машинист рассказывает, что управлять таким транспортом совсем непросто. Здесь очень посложнее. Здесь надо кидать уголь, надо заливать маслом, надо заливать воду. Поддерживать пары – это очень трудная работа и очень тяжелоемкая. На вокзале проходит концерт творческих коллективов и выставка военной техники, а также разворачивается полевая кухня. И пусть настоящий поезд Победы пришел больше полувека назад, сегодня радость от него все такая же яркая. Виолетта Широкова, Семен Воробьев, Новости дня. Наши корреспонденты сегодня работают на всех праздничных городских площадках. Смотрите новый выпуск новостей ровно в 15.00. А в 5 часов в прямом эфире на телеканалах ОРТ, ОТР и Город праздничный информационный канал «День Победы». В нашей открытой студии будут интересные интервью и репортажи. Присоединяйтесь. А вечером в 22.00 сразу после выпуска новостей покажем праздничный салют. Не пропустите.